Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире «Войск. Контроль» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. В гостях у нас сегодня двое экспертов. По традиции говорим мы сегодня о медиаполитике. Вот как раз основными положениями этой политики занималась Министерство культуры. Теперь они уже готовы и, скажем так, готовы быть переданы на публичное обозрение и на обсуждение. У нас в гостях сегодня Роберт Путность, глава отдела медиаполитики Минкульта. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Андрей Шведов, главный редактор журнала «Телеграф» и портала «ББЛВ». Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Путность, давайте с вас начнем. О чем, собственно, документ? Документ? Такое вот название непонятное, может быть, обывателю, какие-то основные линии, политика, медиа. Что это? Ну, это первый раз в истории Латвии, что такой документ был написан. Но то, что я хочу еще заметку сделать, что он не написан в смысле таком, что вот сейчас проект, и смотрите, берите, да, как он есть. Мы на таком глубоком смысле видим это публичное обсуждение этого документа. Из-за этого я очень рад, что у меня возможность об этом здесь тоже говорить. За ваше приглашение большое спасибо. Я надеюсь, что слушателям тоже будет интересно, потому что мы ожидаем в Министерстве реакцию от участников среды, рынка, свои мнения об этом документе и предложения, чтобы, скажем так, это базис работы, начало работы, включая сейчас большой круг людей и разных организаций. Вы готовы выслушать мнения журналистов, читателей наверняка, слушателей, зрителей. Вот о чем, собственно, документ? Что там написано? В чем заключаются основные линии? Основные линии о том, как мы хотим развивать среду средств массовой информации в Латвии в целом. Первая главная ценность, которую мы сейчас видим как цель этой работы в среднем и долгосрочной перспективе, это многообразие среды средств массовой информации. То есть это само по себе уже цель, что мы развиваем такое общество, где есть возможность разными мнениями быть в публичной среде. То есть это тянет за собой, конечно, то, что средства массовой информации как предприятия тоже могут выжить, что есть хорошие условия для работы журналистов и для работы средств массовой информации как предприятий. То есть, в принципе, вы не против, если будут разные мнения, а если, допустим, будут СМИ, для которых, ну, не знаю, редактор, о которых будет писать в своей редакторской колонке, к примеру, что вот люблю Путина, люблю Москву, вот нам бы такого президента. Ну, кому мы можем запретить любить Путина? Вы, в принципе, поприветствуете. Нет, это я не приветствую, конечно, потому что я мог бы приветствовать, если это было моё мнение. Но то, что часть развитой среды средств массовой информации, что, например, радикальные мнения такого образа, они бы встречались с очень сильной противреакцией на радикальные мнения. А вы считаете, что вот люблю Путина — это радикальное мнение? Ну, любить Путина — это, скажем так, это, ну, как любить президента, но я считаю, что это политически не очень разумно. Мне не от человека, то есть, но это человек, который, может быть, политически не очень хорошо образован. Мне очень трудно себе представить, как я могу любить в буквальном смысле президента своей страны или президента другой страны. Нет, ну, эта метафора тоже политический знак того, что человек не очень аналитически и критично мыслит, потому что мне трудно представить политику в любой стране, которую можно просто вот так любить. Потому что мы все люди, у которых много ошибок, и даже самых близких мы не можем любить на 100-150% всегда. Есть какие-то критичные пункты, а политики в нормальном, демократическом отчестве так публично экспонированы, что вы их ошибки видите больше, чем те таланты, которые они имеют. И, в принципе, в нормальном обществе мнение людей о политиках очень далеко от любви. Они очень критично смотрят на то, что они там делают. Да, давайте сейчас дадим слово господину Шведу вот по поводу многообразия. Что об этом думаете? Насколько оно у нас сейчас представлено? Насколько вот этот постулат соответствует тому, что должно быть в основных положениях медиаполитики? Ну, уже СМИ в Латвии, на мой взгляд, развивались достаточно хаотично, но это, может быть, даже и хорошо, потому что произошла самая регуляция рынка. Читатель выбирает из широкого спектра предложение то, что ему интересно. Зритель, слушатель, неважно. И в результате осталось то, что осталось. Это наиболее востребованные продукты. Те, которые закрылись, они закрылись по рыночным причинам, а не потому, что кто-то в государстве собрался и решил, что вот их надо закрыть, да, из-за того, что там кто-то любит Путина или не любит, неважно, или по-другому. Но вот такое отношение к Путину? Это радикальное мнение, на ваш взгляд? Ну, позитивное или чрезмерно позитивное? Ну, на моем портале, в моем журнале это вполне могло бы появиться, но рядом бы появилось, наверное, мнение человека, который не любит Путина, и они там вдвоем бы, может быть, это дискутировали. А читатель, соответственно, выбрал бы ту точку зрения, которая ему ближе. А что касается попытки в целом урегулировать этот рынок, то сразу тут масса вопросов возникает. В частности, например, меня несколько удивило, что если верить вот этим основным принципам развития медиасреды, у нас в Латвии полторы тысячи СМИ зарегистрировано. Из них, ну, хотя бы исходя из пропорции населения, где-то 500 – это русские СМИ. Газеты, телеканалы, радиостанции, вот ваши, да. А при этом в рабочей группе, состоящей из полутора десятков человек, ни одного русского или ни одного ЛТШ, представляющего русские СМИ, почему-то не оказалось, да. То есть, получился такой между собойчик, собралась группа товарищей, которая вот решила, как нам жить, как дальше, и что нам, соответственно, делать, и можно ли нам любить Путина, или надо любить Обаму, да. Да, кстати, господин Путин, наверное, придется вернуться на шаг назад о том, как составлялась группа экспертов, которая, собственно, разработала эти основные линии. Неужели вас не интересует мнение русских участников рынка СМИ? Почему вы не пригласили, к примеру, господина Шведова? Я эту группу не делал. У меня завтра будут три месяца, как я занимаюсь медиаполитикой страны, и рабочая группа была основана перед тем. Я сейчас не назову имя вашей коллеги из русскоязычных СМИ, я не помню. Она ушла, это Ксения Загоровская, она ушла из этой группы, сказала, что невозможно работать, профанация деятельности. Ну ладно, это уже ее дело. В принципе, не было совсем так, что русскоязычная среда СМИ не была представлена, потом это уже ее выбор был, но я не знаю, как это произошло, потому что я реально в то время еще не этим занимался. Но она была одна из десяти, двадцати... Пятнадцать. Пятнадцать. Но у нас в рабочей группе, то, что мы должны сказать, не было так много представителей СМИ отдельных. У нас были представители в рабочей группе организаций, которые объединяют СМИ, и потом эксперты из академической среды. Если мы смотрим на экспертизу из академической среды, то там доминируют латыши, это просто очевидно. И это факт, если надо сейчас назвать какого-то академика, который сейчас представит перспективу русскоязычного заселения Латвии специфически, то это трудно найти. Сергей Круг. Сергей Круг был бы единственным, да. Но там уже были коллеги из его университета, которые были представлены. Анна Рожукална, которая, в принципе, и его коллега. Если бы мы тогда взяли бы из одного вуза, опять с двух, то это... Да, было бы нечестно. Сергей Круг, так может быть, русскоязычные журналисты сами виноваты в том, что они не представлены в этих общественных организациях? Потому что мы такие пассивные, поэтому нас не слышат. Спасибо за этот вопрос, Оксана. Ну почему? Есть у нас замечательные организации, вот, например, Зайский дом Вести, где работает порядка ста человек, пишущих, вещающих на русском языке. Ну, наверное, от ста человек мы могли бы делегировать одного человека, которого бы посоветовал рабочей группе, рассказал во всяком случае, чем мы живем и чем мы дышим. Так господин Путниц говорит об общественных и профессиональных организациях, а не о коммерческих. И вот есть Союз журналистов Латвии, два даже есть Союза журналистов. Ну, в случае необходимости мы могли бы создать общественную организацию на базе издательского дома. Я думаю, она была бы компетентна не менее, чем организация общественная, в которой там по три человека состоит. Скажем так, я бы лучше смотрел вперед, потому что то, что я сказал уже в начале, что это реально серьезное предложение участвовать. Да, 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 вот я согласен. Невозможно смотреть вперед, если как бы уже заложены ваши эти памат принципы, уже вопросы, я не вижу на них ответа, в частности, да. В частности, меня вот насторожило, что тот Адболсту фонд поддержки, да, проектов в частных СМИ, всего пять проектов, вы готовы в следующем году поддержать, ну, не только в русских, но в любых других меньшинствах, польских, украинских, белорусских, русских и так далее. То есть у нас 500 СМИ, которые каждый день генерируют какие-то материалы, статьи, сюжеты, радиосюжеты, телесюжеты. И вот, значит, в ответ к государству в лице Министерства культуры из этих тысяч, десятков тысяч материалов, ежегодно готовящихся русскими журналистами, готовы поддержать пять, да. Ну, это просто профанация. Учитывая, что с начала года на разных уровнях правительственном премьер, министры, хором рассказывали друг другу, что как велика опасность со стороны кремлевской пропаганды, как сильны российские СМИ и как надо укреплять, поддерживать русскую журналистику в Латвии, да. То есть достаточно-таки обнадеживающие были призывы. На выходе мы увидим пять проектов, которые вот собралось силами Министерство культуры поддержать в белорусских, еврейских, русских и прочих СМИ. Господин Путнас, поясните, как так? Не мало ли слишком? Я согласен, что это мало. Но, с другой стороны, мы сейчас видим, что 2016 год будет год опять украшения затрат государственных. И, ну, есть много приоритетов этой страны. И то, что, говоря о концептуальной перспективе поддержки разных проектов для нацменьшинств СМИ в Латвии, то это могут, конечно, быть пять проектов, которые все-таки сделаны на большую аудиторию. То, что у нас, например, 500 СМИ, это не означает, что они все покрывают, например… Сколько денег на один проект вы готовы? Мы сейчас, ну, не так конкретно можем говорить о цифрах. Ну, 100 евро, 10 тысяч евро. Не, ну, это несколько тысяч, конечно. Несколько тысяч. Но вот пять проектов для средств массовой информации нацменьшинств. А для латышских СМИ сколько проектов? А для латышских СМИ выделяется… Цель стоит выделить 0,15% от ВВП на общественные СМИ. Это ЛТВ у нас и латышское радио. А в абсолютных деньгах это порядка 50 миллионов евро. То есть тут пять проектов на несколько тысяч, а там 50 миллионов… Подождите, но ведь упомянуты вами общественные СМИ, это в том числе, к примеру, ЛТВ-7, которые частично на русском языке… ЛТВ-7 начала за здравие, а закончила за упокой. Она еще не закончила, подождите. Закрыли, почему? Объявили о закрытии русского новостного эфира в ЛТВ-7. Закрыли его и не собираются возобновлять. Вы имеете в виду утро? Утренний русский новостной эфир. Который становится вечером? Который, значит, меняет новостной формат на кухня, там собачки, сад и огород. И то есть уходит из какой-то… Ну подождите, социальная тематика – это тоже может быть вполне серьезной журналистикой. А что русским новостям неинтересно, да? Ну неважно. Это дело господина Белты, главы ЛТВ, который там будет, ждет, не дождется, когда 50 миллионов евро на него свалится. Так или иначе вы не считаете, что это серьезная поддержка русскоязычных СМИ? Несколько тысяч евро на все русские СМИ от государства Латвия в течение года, я считаю, это издевательство, а не поддержка. Нет, ну это, конечно, лучше, чем ничего, но сейчас нет вообще, и это, конечно, проект, который можно… или концепт, который можно дальше развивать. И в целом, чтобы ответить на ваш вопрос, 22 проекта, в том числе проекты нацменьшинств специфические, то есть это пропорция. У меня еще возник вопрос по поводу цели политики, и здесь в частности говорится, что медиасреда должна соответствовать интересам государства, латвийского общества и так далее, и так далее, и она должна соответствовать тем целям и ценностям, которые определены в преамбуле Сатерсна, то есть приоритет латышский язык. Поясните, почему так? Нет, ну, по-моему, это понятно, почему так, потому что это приоритет есть теперешнего правительства, и защита латышского языка в латвийской среде, в СМИ, конечно, приоритет политика этой страны. А как же многообразие? Но это никаким образом не исключает многообразие. У нас школа тоже на 11 языков разных нацменьшинств в Латвии, но это не исключает приоритетный статус. Но школа как-то пропорциональна все-таки жителям. А вот проекты, если не совсем пропорциональны тому языку, на котором владеют жители. Число проектов — это не индикатор, но это реально не индикатор того, как приоритеты сложаются, потому что может быть проект, который покрывает почти всю аудиторию страны, и может проект быть полностью нишевый, но число проектов — это один из таких проблематичных видов разработки таких документов, что вы должны разделить это на какое-то число, которое не дает конкретный результат. — Как это выглядит реализация вот таких ценностей на практике, что приоритет — это латышский язык? — Ну, это, конечно, связано с государственной политикой языка в целом, то, что приоритет были бы такие проекты, которые, например, улучшают знания латышского языка русскоязычного населения Латвии, ну, как пример. — То есть государство должно в первую очередь помогать латышским СМИ, насколько я понимаю, или тем русским СМИ, которые стимулируют изучение латышского языка? — Не, ну это вся... Я за эту часть не отвечаю, за часть интеграции, политики интеграции страны, но, конечно, мы знаем, что политика интеграции базируется на латышском языке, как совместном языке коммуникации в публичной среде Латвии. — Мне просто интересно, как на практике может выражаться вот внесение этой ценности в основные линии медиаполитики? — На практике декларации не совпадают с реальными действиями, это мы прекрасно увидели на примере Айнера Димонса, который много рассказывал в интервью о необходимости крепить латышкость в Латвии, а потом выдал лицензию на русское вещание радио Сконто Плюс. — Ну, есть очень много версий по поводу того, почему именно сняли господина Димонса. — Я не говорю, за что его сняли, я говорю о его непосредственных действиях. То есть сначала мы декларируем одну вещь, а потом, значит, это делаем совершенно обратное. — Скажем так, есть две политики страны. Одна, которую мы разработаем, — это политика СМИ в Латвии. И то, что ценность здесь, в этой части, параллельно к политике общественной интеграции в страны, то, что мы развиваем и поддерживаем содержание латвийского, не латвийского, а латвийского содержания, сделанного СМИ Латвии. То, что мы должны респектировать политику интеграции, где цель интеграции общества на базе латвийского языка, это, конечно, по-другому невозможно, развивая политику. Они не могут быть противоречивыми. — Основные линии медиаполитики, насколько я их понимаю, на этот момент нужны для того, чтобы как-то менять законодательство, как-то, не знаю, упорядочить то, что происходит в интернете, чтобы что-то сделать с блогами, чтобы как-то разделить, где там частное пространство, где общественное пространство и так далее. Вот как в такие земные вещи юридические можно будет включить такую ценность, как латышский язык? — Нет, ну это же не все входит. Ну, например, то, что вы назвали, я там не вижу такого конкретного совместимости этого приоритета. Но, с другой стороны, мы, конечно, скажем, был бы проект вашего радио, вы бы в конкурсе участвовали, где есть элемент того, как вы, например, помогаете своим слушателям интегрироваться в латышескую языковую среду. Сейчас не назову конкретно, не буду вам предлагать, а то потом вы меня засудите еще в суд, когда этот конкурс будет, за то, что я предложение делал, которое… — Обещали, да. — Ну и потом есть другая радиостанция, которая этот проект не записала и не хочет этим заниматься. Ну, конечно, тогда такой проект, который соответствует этому приоритету, был бы приоритерный против этого другого проекта. — То есть вы готовы платить частным СМИ за, скажем так, помощь в процессе интеграции? — Да. — Это мы должны, например, если мы будем конкретно разрабатывать положение о конкурсе, мы, конечно, должны этот аспект латышеского языка в конкурсе каким-то образом интегрировать. Но это то, что будет тогда реально реализоваться этой программы. — Господин Шрида, что об этом думаете? — Ну, как бы даже нет смысла вступать, бороться в этом конкурсе, если верить господину Путнису, там речь идет на нескольких тысячах евро. — Для вас это не деньги, я так понимаю. — Не, ну, издание газет ежедневно это, ну, миллионы в год, да? То есть несколько тысяч евро, ну, хорошо, но погоды они особо не делают. Они больше будут затрачены на человека часов, на подготовку документации, чтобы поучаствовать там, даже если выиграешь, не окупишь это все. — Я, 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 я. — Хотелось бы все-таки побольше. — Вот меня и другой вопрос интересует. В этих правилах вы обещаете 100 тысяч евро выделить на доставку, поддержку дотации, вернее, почте, на доставку газет журналов к конечному потребителю, к местам продажи. Вот сколько журнал «Телеграф» тиражом 10 тысяч экземпляров может получить из этих 100 тысяч евро, которые вы анонсировали в качестве субсидий? — Как делить вот эти деньги? — Ну, как субсидия у нас, почте идет уже, потому что это не журналы, это распространителем субсидия, которая идет, то есть лотейской почте. — Печатность, медиа, газеты, журналы? — Ну, распространителем они… — Я понимаю, да, это… — Ну, насколько для меня подешевеет доставка? — Не, ну, такую цифру я сейчас вам не назову, потому что я даже не могу сказать конкретно, сколько вам денег на это надо, но это сейчас… — Такая, ну, провокативная очень вопрос, который… — Вы не готовы на него ответить? — Нет, ну, это невозможно на такой вопрос ответить. — Давайте мы тогда примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. — Добрый вечер. Вот здесь прозвучала политика средств массовой информации, то бишь политика развития средств массовой информации. Вот чисто на мой взгляд, мне кажется, что если мы говорим о средствах массовой информации, да, то здесь единственной политикой должно быть, ну, честность, правда, то есть, ну, абсолютно честное отображение, значит, событий в мире, неважно, какими бы они плохими бы ни были, да. То бишь, в принципе, если мы говорим о создании какой-то политики, значит, в рамках Латвийской, значит, республики, то мне абсолютно без разницы, на каком языке информация будет подаваться, потому что если она будет подаваться абсолютно политически ангажированной на моём родном русском языке, то мне её будет так же самоотвратительно слушать, как и на любом другом. И в то же время, если она будет подаваться там на английском или на латышском языке, который я понимаю, но она будет абсолютно адекватной, честной, там, анализы и прочее-прочее, то я буду гораздо лучше её воспринимать. Спасибо. — Спасибо. — Мы очень рады за этот вопрос, потому что мы начали только с одного аспекта, который был связан с многообразием среды СМИ. — Мы продолжим. — Но есть те очень важные аспекты, два, которые мы тоже в этом разговоре уже затронули. Это качество среды СМИ латвийской, где, я думаю, что очень много вопросов, где вы как журналисты тоже видите, что не всегда качество, которое вы делаете, готовы отдавать своим зрителям, слушателям и читателям соответствуем, скажем так, очень высоким качественным стандартам, что связано с экономической силой СМИ самых, потому что просто нет ресурсов, чтобы это качество удерживать. И также с образованием журналистов и ответственностью. — А вот как вы эти вопросы собираетесь решать? — Очень важный элемент в моих глазах из практики тоже других стран с развитой долгой истории свободных СМИ — это процесс саморегуляции, который в Латвии не работает. Вы уже говорили о двух организациях журналистов, например, которые не могут найти общий язык. Потом у нас нет, например, единого кода этики для всех журналистов Латвии. То есть у нас журналисты очень строгие просить ответственности от всех. Но если мы смотрим на профессию журналиста, то, во-первых, такого же стандарта ответственности, как журналисты запрашивают у политики, у бизнеса и так далее, к себе нет. И что очень интересно, специфически латвийская проблема. И, второе, то, что нету тоже солидарности журналистов с друг другом в развитии такого стандарта. — Подожди, я помню какой-то день, когда все газеты вышли с гробами, с крестами на первой полосе, когда речь шла о налогах. — Повышение, отмене льготной ставки НДС, по-моему, на печатную продукцию. — Пример солидарности. — Да, это уже сколько? 15 лет обратно. — Да нет меньше. — Лет 10, наверное. — Да, лет 10. То есть, ну, это пример, и тогда еще всем более-менее хорошо жилось, но сейчас это не так. — Я же настолько понимаю, вы хотите разработать единый кодекс этики для всех журналистов? — Мы это не можем делать. То, что мы со стороны государства можем делать, это поддерживать инициативы издателей-журналистов, чтобы найти, например, ну, или создать в Латвии один, например, омбудсмен или совет этики журналистов. — Так вы же сами говорите, они не могут между собой договориться. Даже союза у нас два журналистов. — Ну, это цель политики — помогать среде, бизнесовой, профессиональной среде найти общественный язык. — Господин Шведов, как считаете, реалистично ли создать общий кодекс этики для всех латвийских журналистов? — Нет, ну, написать можно все, что угодно, да. — Нет, я имею в виду такой кодекс, который все одобрят и которому все будут следовать. — Ну, почему? Да, одобрят, я тоже, думаю, все, а вот следовать, это, конечно, сложнее. Но вот это по поводу омбудсмена и по поводу вот этого фонда поддержки прессы частной, да, вот эти проекты разрабатывают, и по поводу там курсов и других мероприятий, которые описаны в этих основных направлениях развития медиасреды, возникает такое впечатление, что все деньги, которые небольшие имело государство, ушли на создание новых рабочих мест и новых зарплат чиновников, которые будут делить деньги там, которые будут, значит, рассказывать, как писать там и как не писать. А, собственно, самим этим частным СМИ несчастным ничего таки не досталось. То есть формируется очередной такой отраслевой чиновничий аппарат, который, в принципе, наверное, ни за что не будет ей отвечать-то, как бы, ну как-то, свободная пресса, они же не могут ничего приказать. Но будут советовать, проводить консультации, проводить семинары, и, в общем-то, будет у нас как в Европе, наверное, да? Только денег будет с частной СМИ. Но все-таки пять проекта будет. Давайте мы сейчас прервемся на новости о рекламе, вернемся буквально через несколько минут, не переключайтесь. Новости о Латвии на радио Болтком. Здравствуйте, в студии Юлия Михайловская. Старший прокурор Уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры поручил старшему прокурору прокуратуры Курзумского судебного округа проверить законность приговора и действий прокурора-обвинителя по делу против сына и отца о совращении малолетней девочки. Министерство юстиции также проверит дело после того, как 20 июля будет доступен полный текст приговора. Как уже сообщалось, мужчина, 48-летний Евгений и его 22-летний сын совершали сексуальные действия в отношении девочки с 2009 по 2014 годы. Оба являются близкими родственниками потерпевшей. Ранее мужчины не попадали в поле зрения полиции. Суд приговорил отца к 240 часам принудительных работы и надзору сроком на один год сына к 200 часам принудительных работ. Также они должны вернуть государству компенсацию в размере 1120 евро, которая была выплачена потерпевшей, и оплатить судебные издержки. Приговор вызвал возмущение в обществе как чрезмерно мягкий. Между тем, как заявила прокурор Лепойской прокуратуры Ли Гитта Арая, выступавшая обвинителем по данному делу, преступления отца и сына, приговоренных вчера Лепойским судом к принудительным работам за извращенные действия с малолетней девочкой, были не такими, чтобы применять к ним тюремное наказание. По словам Ареи, ей нужно ознакомиться с полным текстом, а после чтения сокращенного решения суда она не видит причин обжаловать его, так как требовала для обвиняемых даже более мягкого наказания. 60 энергоемким предприятиям будут снижены счета за поставки электроэнергии. Это предусматривает одобренный правительством проект правила снижения доли энергоемких предприятий, обрабатывающей промышленности в обязательной закупке электроэнергии. Разработавший проект Минэкономики отмечает, что прирост компонента обязательной закупки и, соответственно, общей цены на электроэнергию влияет на конкурентоспособность народного хозяйства Латвии. И данный проект призван его устранить, повысить конкурентоспособность промышленных предприятий и способствовать росту экономики. Правительство поддержало инициативу Министерства здравоохранения дополнить список запрещенных в учебных заведениях продуктов и пищевых добавок, включив в него аналоги молочных продуктов, ряд кондитерских изделий, безалкогольные напитки с подсластителями, красителями, ароматизаторами и консервантами. Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2016 года. Уже и сейчас в учебных заведениях введены ограничения на отдельные пищевые продукты, их составные части и максимально допустимое количество соли. Однако, как поясняет Минздрав, получены жалобы от родителей, представителей школы самоуправления, инспекторов продовольственной ветеринарной службы на то, что нездоровые продукты продаются на территории школ. Юлия Михайловская, служба информации, Радио Болтком. Мы делаем новости. Радио Болтком. Угдись, что с охраной труда все в порядке. Как сократить расходы на больничные? Как избежать затрат по инцидентам на рабочих местах? Зайди на safework.lv и запишись на бесплатный аудит системы охраны труда. Акция с 1 по 15 июля. Безопасный труд. Безопасный бизнес. Safework.lv Микс Медиагрупп и Радио Микс ФМ представляют узнаваемый сильный голос и природное обаяние. 29 июля в Юрмалу с полным составом музыкантов приезжает неповторимая певица Ёлка. Презентация нового альбома «Небо» и любимые старые хиты. Певица Ёлка. 29 июля. Концертный зал «Дзиндери». Билеты на Биллишу сервис ЛВ. Организатор концерта 75Events. Поддержка. Инбокс МВ. Открыто. Официально. Открытый город. Балтик. Такси. Вайрак Саулас. Атлетика. Добрый день. Скажите, а у вас есть... Есть. Есть. А может быть есть... Есть. У нас есть. Все. Корпусная мебель, модульная, детская, мягкая, офисная мебель, стенки, кухни, спальни, прихожие, гостиные, диваны. Все это у нас есть. И новинка. Второй этаж. Польская мебель от производителя со скидкой до 30%. Самый лучший дом мебели. Гауя на улице Брушу 1. Гауя мебелес.лв Получи деньги, выбери автомобиль и поезжай. Подай заявку на автокредит на айсдовомс.лв. Подпиши договор в филиале Айсдовомс.лв. Получи деньги и в течение 30 дней выбери автомобиль своей мечты. Сумма до 10 тысяч евро. Срок оплаты до 7 лет. Только до 31 июля. Золотые условия на все автокредиты. Самые низкие процентные ставки. Подробности позвонив по телефону 672-70-200. Возможность перемен Айсдовомс.лв. Занимай ответственно, оценив свои возможности вернуть кредит. Туроператор Алида Тур начинает акцию Дебисманна. Дебисманна – это самые низкие цены на все летние путешествия. И только до 17 июля. Дебисманна от туроператора Алида Тур. Ждем вас в наших филиалах Альфа Тур на Привебос-73 и Бета Тур на Дзирнову-66 и во всех турагентствах страны. Дебисманна от Алида Тур – это самые низкие цены на все летние путешествия. Только до 17 июля. Твое лето на ВВВ Алида ЛВ. За строительными материалами приходи в магазины Караута. До 21 июля огнеупорная каменная вата парок экстра 100 мм. Стоит 18 евро 40 центов за упаковку. А волнистые битумные листы для крыши Гутанит К-12 – 7 евро 49 центов за штуку. Караута. Мечтай, планируй, делай. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Добрый вечер еще раз в эфире по-прежнему «Войск контроль» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Говорим сегодня о медиаполитике, о тех ее основных положениях, которые разработало Министерство культуры. У нас в гостях по традиции двое экспертов. Это Роберт Путниц, глава отдела медиаполитики Минкульта. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. И Андрей Шведов, главный редактор журнала «Телеграф» и портала «ББЛС». Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале «Миксинсул.Веб». Присоединяйте, все каналы связи работают. А мы продолжим разговор об основных линиях и положениях медиаполитики. И вот, в частности, у вас тут говорится о том, что среда должна быть безопасной. И в очередной раз упоминается национальная безопасность, вот эти гибридные войны, насколько я понимаю. Как это на практике будет реализовано? Много об этом говорят. Никто не понимает, как защищаться, что делать, надо ли защищаться. Вроде у нас демократия, нельзя ограничивать свободу слова. С другой стороны, есть влияние каких-то зарубежных, может быть, СМИ или даже местных. Что придумали? Как все-таки решать проблему? Это самая сложная часть из этой концепции, потому что наша сила и слабое место как демократической страны в том, что мы не можем давать никакую пропаганду. И это никак не соответствует стандарту свободы слова демократической страны. То есть надо разрабатывать механизмы, которые просто делают сильной среду наших СМИ, в том числе латышеских и русскоязычных в Латвии. Это единственный ответ, что мы, как страна, развиваем такую среду для обмена мнениями, которая само по себе, тот пример «я люблю Путина», имеет реакции, которые делают общественное мнение в целом такое, которое понимает, что есть реальность, независимо от влияния пропаганды другой страны. И госпожа Ткаченко, если правильно приношу её имя, она очень красиво ответила в одной дискуссии на вопрос, ну что сделать латвийскими и русскими, если они смотрят российскую пропаганду. И она сказала, в принципе, я ничего не могу сказать, потому что если в России говорят, что рубль не падает, а он всё-таки падает, это увидишь на улице. А латвийский и русский, в принципе, это не заметят. Он думает, что рубль не падает, хотя он падает. Но это, конечно, и есть наша проблема, если человек смотрит только русское телевидение, но не видит, например, российское, извиняюсь, российское телевидение, но не видит реальность России и не может сравнить свою реальность, ну так же, как и в советское время, ну когда одно говорили по телевизору, реально. Да, то он ещё более подвержен влиянию. Конечно. Но у нас всё-таки есть эти СМИ Латвии, которые говорят о нуждах латвийских русских, как и здесь. СМИ Латвии, да, которые говорят на русском языке. И это наша ценность. Да, вот, наша ценность. Это с одной стороны. С другой стороны, вы говорите про преамбул, про то, что латвийский язык всё-таки приоритет, про то, что на СМИ на сменьшинств 5 проектов, а из 20... То есть как это между собой сочетается? Я в 20 не знал, я просто школа, как в пример назвал. Я сам не знал, что у нас... Недавно знал, что 11 разных языков можно получить образование в Латвии. Нет, ну это не исключает друг друга никаким образом. Но я не понимаю, почему латвийскому русскому проблема с тем, что латвийский язык в этой стране приоритет. Но подождите, если в основных положениях, в медиаполитике написано, что приоритет от латвийский язык, значит, как я понимаю, в первую очередь государство готово помогать латвийским СМИ. Нет. Ну как, ну как, ну как, ну в любом демократическом обществе у нас есть большинство, которые нужды должна государственная политика каким-то образом, ну, дрожь, надо обеспечить. Потом у нас есть разные меньшинства, национальные и другие, которые должны поддерживаться тем же самым демократическим обществом диспропорционально ихнему положению в обществе в целом. То есть всегда все инициативы, ну, например, не знаю, школа на украинском языке, среднему налогоплательщику в Латвии, конечно, стоит гораздо дороже, чем средним латышским школьникам. Какое государство русским и латышским СМИ будет пропорционально их количеству, насколько я понимаю? Не количеству. Количеству жителей? Их роли в обществе в целом. А как вы измерите эту роль в обществе в целом? Ну как, ну, например, не знаю, ну, для нас с точки зрения политики СМИ в Латвии, конечно, очень важно, что, например, в Энспилсе есть местные СМИ, которые обслуживают нужды русскоязычного жителя Венспилса. Так же, как и в Лепа, Курземсварц, например, который исходит на русском языке. Или в Латгалии, латгальское телевидение. В Риге, конечно, вам немножко легче, потому что у вас больше рекламодателей, больше рынок, в котором работаете, чем, например, местные СМИ на русском языке. Потом то, что мы тоже берем в виду в разработке политики СМИ, специфическая проблема латвийских русских СМИ в том, что у вас в Латвии нету глобальной конкуренции, нету этой эксклюзивного преимущества, которое имеют латышские медиа, потому что они на латышском языке только работают на латышском рынке. Вы конфронтировали, то есть ваши конкуренты, то же самое русское телевидение, российское телевидение из России, или российские интернет-радио, или ВКонтакте, или Фейсбук на русском и так далее. То есть ваша ситуация, как русских СМИ в Латвии, в принципе, еще сложнее. То есть государственная поддержка, конечно, должна быть тоже пропорциональна той ситуации, в которой вы здесь находитесь. То есть русские СМИ надо поддерживать больше, сильнее, денежнее, чем латышские. Ну, это не то слово, потому что... А латышские никогда не денутся, но все равно они будут так. Ну, скажем, если у нас, не знаю, Латвия и Саввиза, самое большое печатное издание Латвии, из дневных газет, конечно, им надо больше денег для какого проекта, чтобы, ну, не знаю, расходы на печатание у них больше, чем у газеты, которая исходит только на 10% того тиража, который Латвия и Саввиза. Но это не будет места для упрека, что сейчас Латвия и Саввиза получила больше, потому что они латыши. Ну, получили больше, потому что их больше. Нет, если русская газета «Вести сегодня» тоже получит, ну, в пропорционально меньшем объеме, чем Латвия и Саввиза, тогда нет никаких, конечно, проблем. Ну да. Господь Шведов, насколько верите в пропорциональное распределение государственной помощи среди латышских и русскоязычных СМИ? Дело в том, что русские журналисты Латвии, они стали заложниками ситуации на Донбассе, в Крыму и так далее. То есть, когда полгода назад ситуация была там, на Востоке, очень жесткая, и здесь власти, элита Латвии реально начала опасаться каких-то нападений. Илвис, помню, сказал, что танки Путина за два часа дойдут до Талина, Ренкевич сравнил Россию с Третьим Рейхом и так далее. А Грибуска это назвала Россию террористическим государством. Были такие вот фобии, страхи. Тогда все дружно заговорили о необходимости поддерживать русские СМИ, что русские Латвии – это наши люди, там надо их как-то бороться с Киселевым, с пропагандой и так далее. Пошло полгода. Сейчас ситуация как-то успокоилась. Греция вышла на первый план. Уже не так страшно стало Путину. Устали ждать русских танков российских. Ничего не происходит. Ну и, соответственно, такое ощущение, что ну и ладно, с этими русскими СМИ как-то жили не до этого. Пусть дальше выживают. То есть мы здесь, как бы, русские СМИ чувствуем себя несколько обманутыми. Нам полгода назад обещали, там, третий русский канал, там, вы не знаю, какие-то поддержки, там, и так далее. Вот министр... Так вот выделили все-таки деньги на ЛТВ-7. Ваша сюзерена, министр культуры, да, приходила, вот с ней общался. Она там рассказывала, что да, мы создадим фонд поддержки частных, частных СМИ, там. Сейчас выясняется, что это несколько тысяч евро, да. И, соответственно, то есть получилось на выходе пшик. И, то есть, и мне что, ждать, чтобы ухудшилась ситуация в России, там, на Украине, чтобы я получил поддержку от родного государства, ну, как-то странно. То есть, я так понимаю, господин Шведов, вы в эту пропорциональность не верите? Не верю. В социальной медицинской культуре я никаким образом не могу подтвердить, что что-то изменилось. Все, все, ну, высказывания, которые были, они в силе, ничего не менялось, и Россию боимся так же, как и боялись, лучше раньше. Это без шуток, конечно, Россия для нас, для страны сейчас очень большая проблема. К сожалению, Россия проблема в том смысле тоже, что у нас из-за санкций России и против России экономическая ситуация, это, конечно, один из аспектов, только, но все равно такая, что мы идем на консолидацию опять в следующем году и бюджетных… Премьер просил чиновников не употреблять слово «Консолидацию». Небольшое сокращение, да. Небольшое сокращение, да, договорились. Я напомню телефону прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, пишите нам в видеочате на портале «Микнюс ЛВ». Говорим сегодня о медиаполитике и об ее основных положениях, которые разработал Минкульт. Вот помимо всего прочего, я даже не знаю, как перевести на русский язык эту цель медиаполитики, но суть в том, что аудитория должна уметь пользоваться средствами массовой информации. Как этого собираетесь добиваться? Ну вот «Любим Путина» был пример. Это развитие критического мышления в целом и восприятие СМИ как информацию, которая исходит из каких-то интересов и критичное восприятие этих интересов, которые исходят из СМИ. То есть там возможностей очень много сейчас при Министерстве Вы считаете, что таких навыков на данный момент у аудитории нет? К сожалению, да. Да, и в смысле нет? В смысле нет. Они есть, но нет никогда такого в этой ситуации полностью абсолютного ответа, что таких нет, потому что есть, конечно, разные аудитории, которые по-разному воспринимают разные информации. Но в целом то, что мы должны более работать на то, чтобы образовать... Просвещать? Просвещать аудиторию. А методах, которыми воспользуется особенно Россия, конечно, это важно. И это сейчас решения, которые должны приниматься, то есть инструменты, которыми мы должны воспользоваться как можно быстрее. — Господин Шведов, согласны с тем, что аудитория, может быть, не всегда умеет правильно, критично относиться к информации? — Аудитория-то у нас нормальная. Я считаю, что... — То есть умеет? — Да, конечно, да. Минкульт несколько смещает, может быть, осознанно, может быть, случайно акценты. То есть он пытается тратить деньги на образование аудитории, вместо того, чтобы вложить эти деньги и на страницах газет, не важно, Латвия, Савиза или Вести сегодня, или журнала Телеграф, вот это многообразие добавлять уже в сами СМИ. Я могу привести пример, как это, допустим, делала Европейская комиссия в 2004 году, когда Латвия вступала в ЕС. И тогда выходила газета Телеграф, пришли люди с Еврокомиссии и сказали, мы покупаем у вас две страницы вашей замечательной газеты. Наши условия, чтобы вы писали каждую неделю о событиях, происходящих в Европе. Какая там система власти, что там в ходе, тогда еще евро не было, какая денежная система и так далее. Просто вот пишите про Европу. Потихоньку журналисты втянулись, начали писать, аудитория начала узнавать больше о Европе, может быть, благодаря этому большинство проголосовало за вступление в ЕС. В данном случае, зачем вам идти в школы, тратить деньги и образовывать нормальных людей, которые живут в Латвии, давайте эти деньги лучше в Латвия-Савизе и какие-то материалы готовьте, благо пресс-секретарей в каждом министерстве, в каждом госагентстве, в каждом госпредприятии выше крыши, они готовы писать, переписать. Вы знаете, боюсь, что к Минкурту это не относится, но так или иначе. А в Вести сегодня, допустим, давайте информацию о какой-то, ну, которую вы считаете необходимым, чтобы донести до русских читателей. И до кем образом? Почему бы не использовать такой вот прямой подход? Покупаем полосы в газетах или, я не знаю, там, временно на радио, на телевидении и пытаемся донести до аудитории то, что хотим. Многообразие все это. Это не многообразие, к сожалению. То есть, ну, это влияние денег на содержание СМИ. И, в принципе, это очень далеко от моего идеала утопического свободного мира СМИ. Так вот, те проекты, о которых вы говорили, вот эти 5 и 22, это тоже деньги? Это тоже деньги. Это, ну, как один из инструментов, но главная цель политики СМИ страны такая, чтобы это разнообразие было витально само по себе. То есть, чтобы оно было само по себе без денег? Нет. Бесплатно. Само по себе с увеличением денег в среде СМИ. Конкретный пример, где конкретная политическая инициатива сейчас выход общественных СМИ из рекламного рынка. Которая бы увеличивала в целом примерно на 6 миллионов количество денег рекламодателей на частном рынке СМИ. Ну, тоже, извините меня профанация, задача в ваших правилах написана обеспечить финансирование общественных СМИ до 15 сотых от ВВП, это где-то 50 миллионов, 45 миллионов. То есть, они уходят с рынка, отказываются с 6 миллионов, а взамен получают из госбюджета 50 миллионов. Ну, хорошо живут. Я бы тоже хотел общественной СМИ быть. То есть, как-то забота о латвийском телевидении несколько не точно настораживает, а раздражает. Нет, но если общественное телевидение и радио исходят из рекламного рынка, то негативного непосредственного влияния на частные СМИ там нет. То, что сильные СМИ в такой дуальной системе электронных СМИ в любой стране, сильные общественные СМИ, это один из важных таких элементов этой системы, это пример из всех стран, которые эту дуальную систему имеют таким образом, что экономические... Общественные СМИ — это хорошо, да. Господин Шотов, но это тоже очень, я думаю, не только из таких очень узких интересов надо смотреть. Если мы в целом, например, в индустрию СМИ поставили бы 40 или 50 миллионов евро через общественные СМИ, то есть это повышает давление на рынок журналистов в целом, это повышает давление на частные СМИ таким образом, что это, во-первых, улучшает качество, но это и увышивает цену рекламы, потому что ваши расходы увеличиваются и в целом, скажем, долгосрочно развитие СМИ таким образом, конечно, только позитивно можно. Чем больше в любой из этих сегментов зашло бы денег, это в целом бы улучшило среду СМИ и особенно тоже, конечно, ситуацию журналистов. Я предпочел бы, чтобы больше денег заходило в наш сегмент, а не в чужой, да, ну ладно. Но эти деньги все равно идут в индустрию, потому что они идут на продуцентов, на всех тех людей, которые участвуют в разработке содержания при СМИ в этой отрасли. И это, конечно, для любого журналиста, в любом месте, где увеличится количество денег в этой индустрии, это будет позитивно. А помимо всего прочего, у вас также написано относительно социальных взносов, вот увеличиваем на 10% к 2020 году. То есть, получается, увеличится объем налогов, которые вы взимаете с журналистов. Как же при этом увеличится количество денег в отрасли? Нет, ну мы работаем на разные сценарии. Сейчас нету конкретного ответа, как эту проблему решить, но вы сами знаете, что это очень большая проблема, которая тоже связана с личной независимостью журналистов. Я знаю, и поэтому слово «увеличить» как-то вот странно звучит на фоне всех последних дискуссий. Нет, ну надо найти решение, каким образом социально сделать безопасную работу журналистов. Что не было так, что журналист в Латвии в целом не имеет права рожать ребенка и заболеть, потому что он не может выжить после этого. И только если ему подарить... Я не собираюсь рожать ребенка. Да, ну это тогда еще одно. А какие предложения у вас есть? Вот, кстати, пример солидарности, например, сказанного господином Шведовым. Какой пример? По поводу того, что вы не собираетесь рожать. Ну вот он не один, как бы, на ребенке. Не будет тратить деньги на ребенка, да? Какие предложения по увеличению социальных сборов? Предложения очень сейчас, ну, скажем так, контроверсальные, потому что и в идеальном случае у нас было бы в целом решение на социальную ситуацию и профессии, которые, ну, радовался с профессией, как-то творческие профессии и журналистов. Потому что это проблема не только журналистов. Проблема журналистов, социальная безопасность журналистов связана с демократией в этой стране и функциональностью демократии, но другие творческие профессии тоже имеют такую проблему. И там бы один сценарий, что мы разрабатываем в целом одно решение для всей этой среды, которое бы тогда тоже касалось журналистов. Потом есть, конечно, тоже другие механизмы, каким образом что-то можно было компенсировать при том, что были бы на это деньги и так далее. Но я здесь сейчас не хочу идти на конкретные решения, потому что это очень-очень трудная проблема. Но то, что реально образ, как сейчас не оплачивается налоги за работу журналистов всей в частной среде СМИ, это очень большая проблема, социальная проблема, это проблема нашей демократии и независимости СМИ и журналистов. А помимо всего прочего, также в ваших основных линиях сказано о том, что необходимо увеличить доверие жителей Латвии к СМИ. Каким образом это можно сделать? И, кстати, там пустое место. Нет, ну пустое место там нет, потому что цифр нет. Комплексное решение только возможно, которое, с одной стороны, связано с развитием ответственности СМИ самих, развитием инструментов саморегуляции в среде СМИ и стандартов этики и так далее. Но это тоже не секрет, что наша профессия журналистов не очень высокая репутация пользуется в нашей стране. Ну, я бы не сказал, да, судя по конкурсу на все эти журналистские факультеты... Ну, это, да, журналистские факультеты, которые подготавливают перяшников, которые зарабатывают деньги, и за них оплачивается социальный налог тоже, да. Ну, будем смотреть на это как факт. Если вы еще сидите в телевизоре и каким-то образом знакомы в обществе, то это более престижно. Но в целом профессия журналиста, ну, плохо оплачена и не очень престижная в стране. Это факт. И, в принципе, это тоже отрасль сама должна каким-то образом продвигать и стандарты качества свои увеличить, и стандарты этики, возможности жаловаться о своей работе и так далее. И увеличится доверие к журналистам, я так понимаю, в вашем понимании. Да, в моем понимании обязательно. При этом в этих же основных линиях вы говорите и про преамбулы, и про приоритеты латышского языка, и про национальную безопасность. Что вы на этот язык не понимаете? Потому что здесь есть... Это в Конституции написано, что он приоритетен. По-моему, здесь есть явное противоречие, поскольку когда вот речь шла о создании третьего канала, когда в принципе пошла речь о создании русскоязычного вещания на ЛТВ-7, русскоязычная аудитория иногда все-таки в нашем эфире, мы это слышали часто, говорила о том, ах, вы нам собираетесь дать контрпропаганду. То есть как можно увеличивать доверие аудитории и при этом говорить, признаваться аудитории в том, что мы собираемся вас защитить от каких-то там мнений, от влияния, не знаю, кремлевских СМИ и так далее, если люди не считают, что это пропаганда. Это же было бы, скажем так, даже незаконно, если бы мы делали политику, думая, что наши жители такие глупые, которые не поймут, что мы хотим этим заниматься. И то, что мы хотим заниматься тем, чтобы защищить латвийскую информационную среду от российской пропаганды, это же нормальная цель. То есть вы открыто так честно признаетесь людям, что мы хотим вас защитить от определенной точки зрения, но при этом мы хотим, чтобы вы нам доверяли. Нет, это не точка зрения. Вы не можете говорить о путинской пропаганде и той информационной манипуляции, которая идет государственными учреждениями, как, например, Россия сегодня, Russia Today и так далее, которые полностью, это не общественные СМИ, это государственные инструменты пропаганды. Подождите, но ведь государственных инструментов пропаганды тоже может быть точка зрения. Но вот уверены люди абсолютно искренне в том, что там знают, ополченцы освобождают. Ну вы же сами профессионалы журналистики. Вы знаете, что объективность и нейтральность и уравновешенная представление разных мнений — часть качественной журналистики. И мы можем в стране ценить и считать высокой только такое объективное, нейтральное, качественное журналистику. Но то, что идет из России, это пропаганда в буквальном смысле слова, какое мы знаем из 30-х годов из Германии и какое мы сейчас узнаем из российского телевидения в новом качестве. На общем фоне почему это нельзя назвать мнением? Потому что это пропаганда. Но мы должны, как чиновник я должен называть вещи, как они по профессиональным стандартам... В чем разница между мнением и пропагандой? Пропаганда — это мнение, которое постанавливается как идеологически единственное исключающее правильное мнение и которое не может... и которое не включает никаких альтернатив. И манипулация, конечно, тоже фактами, то, что мы тоже знаем из российского телевидения. Очень-очень мало времени осталось. Хочется спросить, господин Путинца, то, что происходит на Украине, это гражданская война или это агрессия России? Ну, конечно, это агрессия России. Агрессия. А BBC провело исследование, привлекло профессоров там и пришло к выводу, что то, что происходит на Украине, это все-таки гражданская война. Нет, ну как, ну там элементы гражданской войны, конечно, могут быть, но мы там и... Буквально в двух словах. BBC считаю достаточно объективным источником, это не Russia Today, если они утверждают, что это гражданская война, но я не знаю, кому верить. А вы говорите нет. Но BBC не дефинировала, например, аннексию Крыма как гражданскую войну. Извините, но это опять манипуляция мнения. А в событиях на Востоке, да. Мы спросили, что происходит на Украине. Если мы смотрим на Крым, то это аннексия. То, что мы смотрим на Донбассе, там элементы гражданской войны, конечно, могут быть. К сожалению, время нашей передачи закончилось буквально две минуты назад уже, к сожалению. Напомню, что говорили мы сегодня об основных положениях медиаполитики, которые разрабатывал Минкульт. В гостях у нас были двое экспертов. Это главный редактор журнала «Телеграф» Андрей Шведов. Спасибо, что пришли. И Роберт Путниц, глава отдела медиаполитики Минкульта. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания.